Доброе утро! Привожу себя в порядок. Всем хорошего рабочего дня. О традициях хотел поговорить. Даже самый молодой город всегда рад каким-то традициям, которые у него появляются. Народ такой солидным возрастом тем более рад. И в наших традициях, традициях нашего русского народа это употреблять мёд. Вот о мёде я предлагаю сейчас поговорить с нашим гостем утренним Андреем Медоносовым в гостях. Пасечник, доброе утро! Здравствуйте! Я немножко себя неуютно чувствую, что я как-то не пододелся правильно. Меня предупредили, одень там что-нибудь с гардероба такой повеселее. Ну отлично. Вы всегда так ходите или это такой парадный выходной? Нет, чаще так именно, да. Чаще так. Особенно вся на работе и в лесу, и здесь тоже. Ну тогда немножко отвлекусь от мёда. Что даёт вот это вот одеяние, какой-то настрой внутренний на что? А я же открыл здесь в Красноярске у меня музей. Причём музей мёда и восковых фигур. И он подразумевает уже, у меня, знаешь, гардероб такой широкий там прям в музее стоит. Ну некая форма должна быть, да? Да, некая форма обязательно, да. Потому что мы по крупицам собираем вот, значит, различные там какие-то и одежды, и фольклор народный. Не только так конкретно в мёд уперлись. Ну если мы к мёду вернёмся, вот немножко истории. Насколько действительно древние же встречаются во всех летописях вот упоминания про мёд, там про напиток, что пьют мёд, да? Насколько богат, так скажем так, ассортиментный ряд продуктов из мёда, которые на Руси делали, употребляли там, и вот на ваш взгляд там что самое интересное было? Ну конечно, мёд встречается ещё и в Ветхом Завете, и в Евангелии, и в древних различных питаниях, летописях, правильно вы говорите, что питались им и пророки, и, значит, наши отцы, и там пращеры. Значит, в войну очень большое он делал мёд, то есть поставлялся на фронт. Вообще вот мой отец, например, только в седьмом или восьмом классе сахар попробовал, до этого питались они мёдом. То есть по деревням, вот Красноярского края, отец у меня и дед, это Боготольский район, Тюхтецкий, Ивлевка, Рубино, сейчас этих деревень вообще нет. Доходило до того, что вот на фронт мёд отправляют, причём в этих же, видим, костях, что вообще, ну что есть в совхозах дома, и уже некуда было лить. И для себя мёд оставляли, выкапывали ямы, лопухами застилали их и заливали туда мёд на зиму. Потом просто так зимой приходили, снег разгребали, лопатой копали мёд, а мёд ели, а сахар нет. То есть были все иммунитет крепкий, сильный, значит, ну это то же самое взять, там, средневековье, вот наши воины, допустим, там, всегда же отличались и здоровьем богатырским, и, значит, и силушкой такой вольной, потому что питались в основном хлеб, мёд, ну кто побогаче, и те мясо кушали. А так всё на мёде с хлебом. Ну а как правильно мёд есть? Ну, мы привыкли как-то это обычно, там, на хлеб, там, или просто ложечкой к чаю, да? А вот ещё, может, какие-то рекомендации есть? Как правильно мёд есть, организм подсказывает. Сколько организму требуется мёда, столько можно и кушать его. Ну, конечно же, горячим чаем лучше не запивать кипятком, убивает все целебные свойства мёда, если вы его употребляете именно с целью такой, для оздоровления организма своего. Ну а, то есть, по-другому как-то там, у вас нет каких-то секретов, которые можно поделиться, я вот мёд ем так-то, это вы как часто любите? Мёд, продукт, вообще энергетик, очень мощный энергетик. Если его даже, вы знаете, допустим, какая-то слабость, лень, неохота, нечего трудиться, пчела же, она такая, эх, трудоспособная, ложку мёда под язык, да, особенно после водички комнатной температуры, стаканчик, ложку мёда под язык, всё, пошла энергетика, впитывается в слизистую клетку мозга, значит, сосуды, микрососуды расширяет, сразу хочется трудиться, работать, там, дрова колоть. То есть, вместо кофе по утрам надо мёда, там, ложечку другую, да? Да, 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 да. Очень хорошо помогает, кстати, память развива мёд, очень хорошо к развитию памяти подходит. Допустим, ребёнок там стихии учит или там математику, так же самое ложечку мёда натурального, северного, желательно северного мёда под язык, всё снова очень хорошо запоминает. А почему северный? Южный же, как бы, богаче всё равно в плане трав там. Ну, нет, знаете, скорее всего, не богаче. Почему северный? Потому что на севере точно ничто не сеется, не пашется, а если не сеется, не пашется, то не опыляется пестицидами и нитратами. Сейчас это проблема номер один. Вот часто спрашивают, а как натуральный мёд отличить там не от натурального? Да, это уже ушло на второй план давно. Сейчас трагедия ГМО, нитраты, пестициды, то есть заливают поля просто дустом напрочь, значит, борьба с сорняком, с клещом, каждый год это всё модернизируют, эти химикаты, усиливаются. И вот почему северный? Потому что ничего не сеется, вот это вот главное самое. То есть настоящие таёжные травы? Да, настоящие таёжные, дикоросы, дикоросы, поэтому вот часто говорят, вот горный мёд, почему горный? Ну, опять же, ничего не сеется, не пашется. Южные меда неплохие, но если они сеянных трав, то пусть, конечно, не обижаются эти пчеловоды, которые там, значит, стоят. Но они это сами прекрасно знают, потому что их агрономы, бывает, предупреждают. Завтра начинаем поливать, закрывая эти литки, чтобы пчёлы не летали. Кстати, я вот в Афганистане в горах пробовал, мед горный действительно очень вкусный и необычный. А я сколько знаю, вы занимаетесь именно бортевым мёдом, да? Да, у меня бортевое хозяйство большое, не знаю, наверное, единственное здесь у нас в Красноярском крае. Вот можете сказать, разница, вот тоже какой-то, не знаю, особенный вкус, цвет, запах? Конечно, очень интересная разница. Я когда первый раз стал устанавливать борти, возвращать эту дедовскую нашу традицию, причём традиция эта перешла от чулымных хакасов, которые тоже издревле там эти борти держали, это самая такая элементарщина. Мёда, конечно, меньше получается, чем, допустим, со стандартного такого уля. Эти вообще стандартные уля, это же они к нам пришли вот как раз где-то после 17-20-х годов прошлого столетия, современное пчеловодство. Просто их под гребёнку, всю страну, значит, рутовская система, додановская система и всё, и вот эти вот рамки. А прошлое, как бы, вместе со всеми нашими традициями и остальными, не только медовыми, просто забылось, стёрлось с лица земли, и поэтому вот стандартизация такая произошла как во всём, так и в медовом направлении. Ну, удобство всё равно же в плане хозяйства. Ну, удобство, но почему-то перестали мёдом лечиться люди, понимаете, вот удобно лечиться перестали, то есть в аптеках не выписывают, раньше в аптеках мёд выписывали, продавался, там, там, бортевой такой-то, а сейчас всё, ушло это в прошлое. Главное отличие, конечно же, это его естественное состояние, первозданное, вот как он в природе существует, то есть минимум приложилась в рука человека, минимум. То есть если, конечно, нектар, допустим, с полей опыляемых, уже в нектар, получается, и то рука человека приложилась. Как? Опыляли, значит, пестициды, нитраты там, вот, а здесь минимум получается. То есть за счёт трав, цветов или всё-таки за счёт какого-то устройства особого, вот, ворки? Ну, конечно, и устройства, и цветов, и трав, во-первых, ставятся они обязательно там между деревья, в тайге, то есть это дикоросы, отличается, что нету там рамок, мёд не касается медогонки, не нарушается его, значит, первозданная природа мёда, понимаете, то есть он, медогонка, это что такое? Рамку сунули, то есть вскрыли, значит, ячейки вскрыли, рамку сунули, раскрутили как можно сильнее, ну, хотя сильно нельзя, соты ломаются, но раскрутили, мёд силой вылетает вообще, ну, идёт как насилие мёда над мёдом, издевательство, выливает, он вылетает, стукается в стенки железной медогонки, нарушается уже его вибрация, нарушается его, ну, свойство, так, по крайней мере, считают многие специалисты, кстати, по мёду, он стекает вниз, а ещё, это, не дай бог, если эта медогонка цинковая, а цинк вообще, он окисляется, к сожалению, вынужден вас прервать, отличия уже не сможем дальше разобрать, потому что время подошло к концу, но спасибо вам за очень интересный разговор.